Газета The New York Times опубликовала результаты восьмимесячного расследования убийств мирных жителей города Буча в Киевской области. Журналисты детально реконструировали события марта этого года, когда город был под российской оккупацией на основе телефонных перехватов, радиопереговоров, записей с камер наблюдения и свидетельств местных жителей, а также их личных архивов, эксклюзивных видео из правительственных источников. В New York Times сумели установить имена 36 человек, погибших в Буча. Журналисты утверждают, что убийства на улице Яблонской, где были обнаружены больше всего погибших в городе, не были случайными и совершались преднамеренно. Это делалось в ходе так называемой зачистки города. Российские военные обыскивали дома в поисках мужчин боеспособного возраста и убивали их. Жертвами российских военных стали и случайные прохожие, пытавшиеся выбраться из города или наоборот добраться домой. Причинами их смерти стали огнестрельные ранения всего в Буче, которая была оккупирована с 5 по 31 марта. Было найдено около 400 убитых. Изданию удалось установить имена 29 российских военнослужащих, находившихся в этот момент в этом районе Буче. Имена военные журналисты установили в том числе благодаря их звонкам в Россию с телефонов убитых жителей Буче. Некоторые из этих имен ранее уже называло издание «важные истории», которому удалось получить доступ к телефону одного из выживших украинских пленных. Издание выяснило, к убийствам на улице Яблонской, прозванной «дорогой смерти», причастны военные 234-го десантно-штурмового полка из Пскова под командованием подполковника Артема Городилова. После отступления российских войск из Киевской области Городилов получил звание полковника. Этот же полк в составе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии подозревают преступления в Буче и Генпрокуратура Украины. Российские власти называют убийством мирных жителей в Киевской области постановкой. Обсудим это видео и другие важные околовоенные события этого дня с Русланом Левиевым, главой независимой организации в «Конфликт Интеллидженс Тим». Руслан, здравствуйте. Добрый вечер. Показалось ли вам убедительным расследование и можно ли вообще сегодня скрыть какие-либо преступления с учетом того, насколько действительно развиты технологии? Да, расследование показалось мне убедительным. Во многом еще и потому, что его делала команда Малаки Брауна. Это команда Visual Investigation Team из New York Times, с которой мы сотрудничаем уже много лет. И конкретно для этого расследования они привлекали множество экспертов, в том числе и нас. То есть мы участвовали в этом расследовании немного, а прилагали свои усилия к этому тоже. Поэтому мы видели, как расследование ведется и в курсе отдельных деталей. Ну и да, вообще война против Украины навсегда еще и в 2014-2015 году тоже так отличалась от Сирийской войны и прочих войн тем, что здесь очень много всяких медиаданных. Это публикации в соцсетях, это вот такие профили в соцсетях, видеозаписи, которые всплывают, различные там метаданные звонков. Все это позволяет очень более тщательно проводить различные расследования и устанавливать конкретные имена. Поэтому, да, это расследование очень близко. Вот вы говорите, что вы сотрудничали с этой командой Нью-Йорк Таймс. Каким образом, чем вы помогали им, если не секрет? Поскольку мы являемся такими одними из, скажем так, известных экспертов по части российской армии, у нас вообще часто происходят такие совместные созвоны с командой Малаки Брауна. И конкретно вот по этому расследованию мы обсуждали, что это были за техника, которую мы видим на видеозаписях с дрона, с видеокамер. Мы подсказывали, что это конкретно десантная техника, десантников. Дальше мы помогали им со сбором медиаматериалов, касающихся техники десантников на всяких парадах, учениях в России, чтобы они могли сравнить те единицы боевых машин десанта, которые есть на вот этих видеозаписи из Бучи, с фотографиями и видеозаписями из России. И установить, что да, вот та же самая машина, которая была когда-то запечатлена на учениях, либо на передаче техники в этот полк, либо на каких-нибудь парадах в России в этот полк, она ровно та же самая единица техники. Вот она в Бучи. Этим мы помогали. Ну и в целом экспертными знаниями о том, как десантники действуют, почему они привлекаются к таким операциям, как они должны руководствовать данной ситуацией. Вот такими знаниями мы помогали. Объясните мне, Руслан, я до сих пор не могу понять, уже столько материалов есть по Бучи. Это действительно символическое совершенно преступление, символ этой войны, ее жестокости. Все-таки вот этот вот десантно-штурмовой полк, это же какое-то элитное подразделение, это лучшие из лучших военные, работающие в этой индустрии, в этой структуре. Почему все прошло так, как произошло? Запрограммированы ли были эти огромные жертвы мирных жителей? Действительно ли пытались таким образом запугать, что ли, украинцев? Или это спонтанные истерические действия военных? Как вы думаете? Ну, во-первых, да, воздушно-десантные войска являются такой условно элитой российской армии. Есть еще более элитарное подразделение силы специальных операций, но они очень малочисленные, привлекаются для каких-нибудь маленьких точечных операций. А в нынешнем полномасштабном вторжении десантники, и в том числе еще и морпехи, привлекались в качестве такой штурмовой пехоты. То есть выполняли, в принципе, несвойственную для себя функцию. И конкретно на киевском направлении они особенно вот так вот отличились своими кровавыми зверстами. Почему? Потому что мы считаем, что когда они попали в засады, значительное количество их заслуживцев убили при обстреле. И, собственно, в этом расследовании показывается, что конкретно это подразделение пыталось прорываться в сторону Киева, попало в засаду. И были видеозаписи потом, как их колонна была разбомблена. И поэтому им пришлось там занять позиции, в том числе в Буче. Вот такие обстоятельства, когда на вас прилетают снаряды, и вы не понимаете, откуда и кто на вас наводит, приводят к тому, что российские десантники, они начинают убивать все, что движется. И поэтому мы видим огонь по мирным жителям, беспорядочные убийства всех подряд. Еще важный элемент в этом расследовании, они показали, что при отдельных случаях убийства мирных жителей присутствовал командир этого полка, подполковник Артем Городилов. И это прямо показывает, что вот эти убийства мирных жителей, это не эксцесс исполнителей. Это не то, чтобы там отдельные солдаты, они на полне эмоций решили так действовать. Нет, это вполне поощрялось, если вообще не приказывалось начальством этих солдат. То есть идея запугать всех, кто находится вокруг, была? То есть это часть вот этой стратегии, этого поведения? Это не совсем идея запугать, это скорее боязнь того, что эти люди, мирные жители, передадут информацию армии Украине о том, где находятся российские солдаты, передадут им координаты, и, соответственно, спустя минуты, а может быть часы, после этого по ним полетят артиллерийские снаряды, по этим десантникам. Поэтому, типа, свидетелей надо не оставлять в живых, чтобы никто не мог передать данные армии Украине о том, где находятся российские солдаты. Вот с этой целью убивали всех мирных жителей. Очень впечатляют кадры с городских, видимо, это городские или домовые камеры видеонаблюдения. Раньше эти кадры нигде не появлялись. Как получилось, что вот эта суперкоманда журналистов из Нью-Йорк Таймс получила доступ к этому видео? Прошло уже очень много времени с марта. Они объясняют это в своем расследовании, потому что они сотрудничали в том числе с украинскими властями. Я так понимаю, что с прокуратурой украинской, которая ведет расследование уголовного дела, уголовных дел по Буче в том числе, и вот каким-то образом возникла, видимо, какая-то договоренность, и им передали эти видеозаписи. Мы конкретно у наших друзей из Нью-Йорк Таймса не спрашивали, на каких условиях они получили эти видеозаписи. Но в материале это объясняется, что это материалы, предоставленные украинскими властями. Правильно ли я понимаю вообще, что вот эта история про Бучу одна из самых задокументированных случаев больших военных преступлений? Или сегодня это уже ординарная ситуация, и почти все можно так точно воспроизвести? Все, что происходит на войне. Большую часть можно воспроизвести, за некоторыми отдельными исключениями. Например, когда Мариуполь был в полной блокаде, там не присутствовали независимые журналисты, там была огромная проблема со связью, и проводилась постоянная зачистка, фильтрация тех, кто остался в заблокированном Мариуполе. Поэтому часть информации оттуда уничтожена, потеряна, свидетели оттуда либо депортированы в Россию, либо захвачены, либо просто убиты. Поэтому есть по отдельным местам фронта такие пятна, которые будут расследовать тяжелее во сравнении с Бучей. Буча особенно показательна тем, что здесь весь мир увидел вот эти страшные кадры, когда вся улица завалена трупами. На самом деле именно в этом отличается поступление в Буче. Потому что вот такая ситуация, когда убивают случайных мирных жителей, она была характерна и для многих других направлений. И в Ферсоне такое тоже было. Просто не было кадров, как вот тела лежат вот так вот на улице. Поэтому это привлекло такое особенное дополнительное влияние аудитории именно конкретно к Буче. И поэтому по Буче конкретно больше расследований. Больше 20 военных, которые участвовали в этих преступлениях, идентифицированы, их имена известны. В дальнейшем это должно, естественно, стать частью большого государственного обвинительного приговора. Что происходит с такого рода журналистскими расследованиями, где обнародуются имена военных убийц? Дальше что происходит? Может ли это стать действительно частью обвинения уже на уровне государства? Безусловно, может. Мы видим примеры в части кейса по сбитию Боинга над Донбассом в 2014 году. Потому что после того, как было свидание сюда в Гаге, где показывали материалы доказательства вины Стрелкова, Гиркина и остальных обвиняемых, там, в частности, проводились отдельные моменты, что в ряде случаев команда обвинителей, прокуроров, они в том числе использовали данные команды Биллингетт по части, например, геолокации или проверки геолокации на съемке фото и видео. И это легло в том числе в часть обвинения. Поэтому, да, безусловно, вот такие расследования, материалы, они тоже лягут в основу обвинения против высшего руководства России в будущем. Но здесь нужно подчеркнуть, что здесь пока что особо нечем сравнивать, кроме как с отдельными небольшими кейсами, как по сбитому Боингу. Потому что такого не было давно в истории, когда разверглась вот такая полномасштабная война между двумя современными европейскими государствами. Как получилось, что, с одной стороны, вот эта элитная бригада, действительно подготовленные военные, это немобилизованные. И при этом они совершают какие-то, ну, абсурдные действия. Они звонят родственникам по украденному телефону одного из мирных жителей. Они не замазывают номера на собственной военной технике. То есть они ведут себя, извините, как раздолбая. При том, что это как бы вроде бы война, их готовили всю дорогу. Почему такое, как это происходит, почему такое сочетание? Это говорит о том, что никто в России, даже такие высокопрофессиональные военные, не были готовы к войне на самом деле? Или, в принципе, к этому не готовят? Во-первых, что касается ситуации армии до 24 февраля, то да, мы знаем изнутри, как там происходит обучение, там, всякие проверки, подготовка. Это больше показуха, чаще всего. Почему мы называем российскую армию фотоотчетными войсками? То есть задача солдата сделать, что они обучаются, задача командиров отчитаться наверх, что якобы они провели обучение солдат. И на самом деле никто никого толком реально не готовит. А что касается, почему так происходило именно по кейсу в Буче, потому что это же все-таки первые дни войны. И они, солдаты, как правило, не знали, что будет впереди вот такая большая война. А даже командиры думали, что будет не вот такая большая полноценная война, а будет такая легкая прогулка до Киева. Что сейчас за несколько дней свергнем власть в Киеве, Росгвардия зайдет, будет охраняться от всяких протестов. И на этом все и закончится. Нужно будет только готовиться к торжественному параду где-нибудь на Майдане. И поэтому реально вот к такому отпору со стороны украинцев никто не готовился. Никто не ждал, что по колонии будут прилетать снаряды, что просто ваших сослуживцев будет разрывать на куски. И вы будете не понимать, откуда вообще стреляют. И поэтому вот такая происходит ситуация. Руслан, я не могу вас не спросить. Сегодня появилась опять информация, что якобы буквально уже в конце 20-х чисел готовится некое нападение из Беларуси на территорию Украины. И эта информация довольно активно разгоняется. Что вы думаете по этому поводу? Мы как-то с вами уже об этом говорили, но насколько изменилась ситуация, особенно учитывая частоту контактов Путина и Лукашенко, то Путин впервые за три года съездил к Лукашенко, то вот появилась новость, что вот типа завтра или послезавтра Лукашенко опять приезжает к Путину. Это выглядит действительно подозрительно. Ну, эту информацию опубликовал телеграм-канал Воля. Я не знаю, что это за телеграм-канал, то есть кто его ведет. И более того, на днях они публиковали другую, даже где-то неделю-две назад они публиковали другую информацию, которая тоже показалась нам очень подозрительной, что вторая волна мобилизации начнется уже вот примерно 12 декабря. И как мы видим сейчас на календаре 23 декабря, никакая вторая волна мобилизации еще не началась. Поэтому вот эти сообщения о том, что 25 декабря уже начнется новое вторжение России на Киев, пойдет с Беларуси, тоже нам кажется каким-то абсурдным. Тем более, что все эти дни мы по-прежнему не видим, чтобы в Беларусь перемещалась та техника, которая нужна для повторного такого вторжения со стороны Беларуси, в том числе комплексы ПВО, дополнительная тяжелая техника. Ничего этого не заметно. А почему вообще Владимир Путин встречается с Лукашенко, ездит в Минск? На мой взгляд, я все-таки согласен скорее с теми журналистами, которые пишут, что это такая демонстрация того, что у России еще есть какие-то партнеры, что Россия вот не одна на этой же арене, что она не удалось, так, условно говоря, ее изолировать. Вот с этой целью делать. Не для того, чтобы подготовить наступление, особенно Беларуси. Ну и, как я и говорил в предыдущих комментариях, текущего численности даже за счетом мобилизации не хватает для того, чтобы снова пойти на Киев. Если российские генералы хотят пойти на Киев, то нужно наблюдать на уровне примерно как всеобщей мобилизации, призывать скорее там порядка миллиона человек. Из них половину сразу вставлять в резерве для ротации, а половину готовить для повторного вторжения на Киев. Хорошо. Будем считать, что они просто ездят друг к другу Лукашенко и Путина, и хотя бы не будет атаки на Киев в ближайшее время. Не могу с ним вас не спросить про вооружение. Вот только что Зеленский ездил в Вашингтон. Заговорили о том, что вот появился теперь на вооружении украинской армии будут вот эти системы ПВО Патриот, но при этом важных очень танков, которые просили, их не дали. Как вы считаете, вот после вот этого визита в Америку, может ли измениться как-то расклад во время войны, да, на войне, и действительно будет какой-то технический рывок еще один со стороны Украины? Ну, вполне возможно. Для нас самое главное, помимо Патриота, то, что мы увидели в пакете объявленном помощи для Украины со стороны США, это то, что США пообещали поставить там десятки тысяч артиллерийских снарядов советского калибра. Там 152 миллиметра, 122 миллиметра. То есть Соединенные Штаты нашли способ и нашли место, страну, где эти снаряды можно произвести, чтобы меньше было артиллерийского голода, снарядного голода у Украины. Скорее всего, это речь идет о Европе, таких странах, как Румыния, где есть заводы, которые производят в том числе советский калибр. Плюс еще важный момент, после по итогам вообще поездки Зеленского в Америку, он же выступал перед Конгрессом, и по результатам этого выступления мы видим, что там более-менее царит единодушие и среди демократов, и среди республиканцев подчасти отношение к Украине, к этой войне и будущей поддержке. Поэтому пока что, из того, что мы видим, судя по всему, даже если представим, что республиканцы получат больше влияния во власти, то похоже, что поддержка для Украины не уменьшится. Это вот главный элемент и итоги этой поездки. По части того, что может перемениться в ситуации с войной на фронте, это по большей части все-таки зависит от того, чтобы было больше стабжения и по части самих орудий для войны, и самих снарядов. Потому что, понятное дело, что можно много говорить о всяких чудо-оружиях, о ТКМСах, о каких-нибудь самолетах F-16, танках «Леопард». Но все-таки самая главная вещь – это то, чтобы той армии, которая есть сейчас, было чем стрелять и из чего стрелять. А для этого нужно еще больше стабжетов. Спасибо большое. Это был Руслан Левиев, глава независимой организации «Конфликт и интеллидженс Тим».